Всем доброго времени и суток, дорогие друзья! Я рад всех вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня, ну, я скрывать уже не буду, как в прошлый раз, в одном из прошлых видео. Я уже в названии указал, что мы сегодня распаковываем. Распаковываем мы сегодня мантикуру, которой в республике Беларусь, где я непосредственно и проживаю, еще нет в продаже, и когда она появится, неизвестно. И хотелось бы мне сделать одно очень большое и очень важное вступление. Друзья, многие из вас на протяжении последних где-то 3-4 месяцев, ну, как услышали, что появится Монтикора у Майнлаб, новиночка, многие мне в комментариях под разными самыми моими видео, под самыми разными, и под новыми, и свежими, и под старыми, писали, ну что, Стас, Майнлаб Монтикору теперь давай, давай нам теперь разложи по полочкам Майнлаб Монтикору, а покажи Майнлаб Монтикору, а будет ли Монтикора? Ребят, я напомню вам, что я обычный такой же человек, как и вы, то есть, простой работяга с очень маленькой зарплатой, если кому-то интересно, чуть менее, чем 200 долларов США в месяц, из которых 110-120 долларов в месяц это кредит. И на 80 я живу, то есть, ну, сами понимаете, как бы, я рад для вас трудиться даже бесплатно, даже не беря с вас деньги за мои труды, за мое какое-то в каких-то видео обучение, за мои какие-то советы. Но мне же надо это, если вы это хотите видеть на моем канале, мне же это надо где-то взять. И, в первую очередь, вы меня просите о том, чтобы, допустим, Монтикора была на канале. Значит, это нужно, ну, в первую очередь, вам, правильно? Потому что все мои постоянные зрители и подписчики знают, что мне есть с чем ходить и заниматься своим любимым хобби. Двух приборов, по моему скромному мнению, а это именно Deus 2, в данном случае Light, не Light, а в версии Master, в комплектации Master. И про пак Легенды мне, в принципе, ну, я считаю, достаточно для того, чтобы заниматься спокойно своим любимым хобби и вообще в ус-медус. Конкретно мне эта Монтикора не нужна. Не нужна. Нужна вам. Вы меня засыпали, скажем так, просьбами показать Монтикору, ну, и по мере того, как я с ней разберусь, рассказать об этом приборе вам. Многим нравится именно моя подача, моя скрупулезность, мой подход к изучению приборов и так далее. Но, ребят, как только я таким людям, которые сами меня просят потрудиться для них бесплатно, и я этому рад, я просто пишу, ну, пиши на почту, я тебе как бы дам реквизиты, по которым ты можешь либо денежку перечислить мне на покупку Монтикоры, либо дам тебе свой адрес, ты просто пришлешь мне Монтикору. И я ее изучу и покажу. Все, тишина сразу. Сразу после этого тишина в студии. Так вот, друзья, мне даже немножечко за вас, ну, не за всех, наверное, но за многих, кто вот просил, и когда я говорил, что, ну, давай, ради Бога, ну, поучаствуй, как-то придумай, чтобы у меня этот прибор появился. А они все сразу пропадали. Мне за вас, ребят, немножечко стыдно. Стыдно по той простой причине, что один из вас, один из нашей семьи, которая состоит уже практически из шести тысяч человек, это только подписчики. А если взять еще и людей, которые без подписки смотрят мои видосы, то нас еще гораздо больше. Еще гораздо больше. Так вот, один из друзей канала, и теперь не побоюсь этого слова, моих личных друзей, иначе я просто, ну, не могу воспринимать этого человека. Один из подписчиков канала купил себе Монтикору. Причем купил с огромными трудами. Он так же, как и я, гражданин Беларуси, проживает в Республике Беларусь. Он сделал еще в октябре или в ноябре месяце, я точно не знаю, предоплату в МД регион российский. И вот, правдами и неправдами, вот она, эта Монтикора. Он ее получил, только вот открыл коробочку, даже мне бросал по Вайберу фото, что Стас посмотрел, все на месте, прибор включается. Все работает, закрываю обратно и отсылаю тебе. Так вот этот человек, то есть сам мне написал, сам мне позвонил, узнал мой номер телефона, я ему дал, и сказал, Стас, я купил Монтикору, я хочу, чтобы ты, как бы, ее тестировал, ее поэксплуатировал, то есть это не то, что тест там какой-то на 3, 5, 10 дней. Он сказал, Стас, сколько тебе надо, столько и работай с этим прибором. Не просто тестируй, а поработай с ним. 6, 8 месяцев, столько, сколько захочешь, сезон 2023. Ну, потом как-нибудь отдашь его мне, научишь меня пользоваться. Он, кстати, сам без прибора полностью не остается. Он по моим видосам купил, купил Deus 2 полный комплект. Ну, вот, видите, это российский тот же МД. Ну, я уже рассказал, так что я уже не боюсь показать, откуда этот прибор. Накладная, все бумажки, все здесь. Вот, друзья, наша Монтикора. То есть, блин, я не знаю, друзья, я на таких эмоциях, понимаете, один человек. Вы понимаете, что если бы не 6 тысяч членов нашей семьи, а половина, 3 тысячи, 2 500 человек по 0,5 долларов поучаствовали бы, придумали бы, как собрать, вот мы хотим видеть, Стас, именно от тебя обзор, это бы в течение часа можно было собрать всю сумму, и самое интересное, никто бы вообще никак это не почувствовал, ну, удара по своему карману. согласитесь, там по 0,5 доллара, там по сколько, там по 35 российских рублей. Один человек купил нафиг Монтикору за свои полностью деньги, и ее новенькой, вот она, новенькая, запечатанная, сразу отправил мне на очень длительный тест, на очень длительный, я не представляю, понимаете, я так хотел отблагодарить этого человека, я говорю, давай я твои все, там, фамилии, имя, отчество, там, все-все из города такого-то принесу тебе благодарность на весь Ютуб, на всех наших зрителей, нет, нет, Стас, не надо, он еще и скромный человек, понимаете, назовем его Сергей, Сергей зовут вот этого замечательного, потрясающего человека, который купил Монтикору, которая, как вы понимаете, не три копейки стоит, и просто новенькая отправил, я ее мне еще раз повторюсь, ни на неделю, ни на две, ни на месяц, для полноценного длительного тест-драйва, длительного, так, друзья, что мы тут имеем, 11-дюймовая катушечка, давайте уже наконец перейдем к распаковке, 11-дюймовая катушечка, вот такая вот замечательная, я, как обычно, я люблю это делать, я сниму защиту и посмотрю качество заливки, в общем-то, качество заливки у меня претензий не вызывает, вот, посмотреть, вот такая вот распаковочка у нас будет, посмотрим, что идет в комплекте, как это все выглядит, я думаю, все понимают, что для того, чтобы делать какой-то обзор по функционалу, по возможностям и рассказывать о своих впечатлениях, лучше или хуже Ли Теоса 2 и тому подобное, для этого нужно время и нужно даже будет помимо тестов еще и поработать к земле, значит, идет вот такая вот красавица катушка, многие, кстати, зрители, те, кто не целиком и не предельно внимательно смотрят мои видео, считают меня человеком предвзято относящимся к фирме Майнлаб. Зарядочка, вот такой вот шнур зарядный, вот, такое-такое же магнитное крепление к блоку управления, которое мы знаем по приборам Эквинокс, как старых Эквинокс, так и новых, вот такая вот идет, я так понимаю, руководство по эксплуатации, давайте все с вами вместе посмотрим, что тут еще, какие-то бумажечки идут, идут вот наклеечки, я так предполагаю, они в индивидуальных, их несколько штук, несколько штук, в индивидуальной упаковке, я так понимаю, это защитные пленки на экран, то есть их тут даже раз, два, три, четыре, пять штук, пять штук, пленочки на экран, я естественно, ну уже за кадром, чтобы вам не затягивать, наклею, конечно, пленочку, тем более, ну прибор, как бы и не мой, вот, а одного из подписчиков, короче, вот такая вот макулатурка, давайте посмотрим с вами книжечку, давайте вы первыми ее посмотрите, ага, это не книжечка, это вот такая вот руководство, короче, по использованию, по сборке и тому подобное, мантикоры, чудовище, мантикоры, так, это мы откладываем, дальше у нас в пленочке вот такой вот потрясающий кейс, кейс жесткий, и очень приятный на ощупь, такой софт-тач, как называют, на молнии открывается, и там у нас будут наушнички, наушнички беспроводные, беспроводные, но сделаю оговорочку, в отличие, к сожалению, от всех наушников у XP, ну мы же условно рассматриваем данный прибор как конкурент от Deus 2 от XP, там все наушники защищены от дождя, а VS 5, которые я докупил себе к своей комплектации мастер, они полностью IP68, вот такие же по размеру, большие, закрытые, они еще IP68, их можно погружать до одного метра, насколько я знаю из обзоров иностранных блогеров, смотрю, эти заявлены, что их вообще нельзя даже, капельку на них, чтобы капал дождик, чтобы на них Майнлаб не разрешает, якобы это, ну, кстати, их нельзя компактно сложить, как WSA2XL, а не WSA5, я оговорился, WSA2XL складываются очень компактно у Deuce 2, эти же, ну, вот они такие, большие, здесь также кабель, кабель, ну, чтобы как проводные их можно было подключить, зачем это нужно, я, если честно, не представляю, может быть, если мы там по пояс в воде работаем, не знаю, также здесь в такой вот, ну, вот она прям, друзья, мы первые, кто распаковывает, отрывает вот это и достает, зарядочка, ну, это USB Type-C шнурочек для зарядки, и вот такое вот маленькое руководство ML105, ну, вот кому интересно, к данным наушничкам, так, хорошо, мы это сейчас дело, все положим обратно, как оно лежало, еще бы вспомнить, не так просто это теперь запихнуть обратно, о, у меня получилось, чехол большой, будет занимать немало места в вашем либо рюкзаке, либо где-то там еще, но приятный, приятный, приятный на ощупь, так, далее, далее у нас сам прибор на штанге, на штанге, вот она наша мантикора, мантикора, вот она карбоновая штанга, она шершавая такая, вам слышно? вот такая вот штанга, очень любопытно, здесь сделаны вот эти зажимы, ну, во-первых, уши, уши уже на нижней штанге, а не на катушке, и очень любопытно сделаны вот такие вот зажимчики, оп, вынимается это все дело, защелкивается, везде аббревиатурочки такие вот Майнлаб, уж не знаю, наверное, вам видно майнлаб, так, не хватает у нас подлокотничка, вот так вот наглухо завязан пакет, сам подлокотник, все вам показываю, все, вот как он выглядит, сразу ремешочек мантикора, Майнлаб, Майнлаб, честно, как-то так не внушает доверия, но я надеюсь, что с подлокотником косяков не будет, как у эквеноксов 600 и 800, которые ломались на моих глазах у моих комрадах просто отлетали, ну, вроде как водонепроницаемость до 5 метров Майнлаб заявляет, ну, и вроде как он Майнлаб поработал над ошибками, провел работу над косяками, косяковых, косяковых, к сожалению, очень сильно косяковых эквенокс 600 и 800, которые и уши на катушках ломались, и подлокотники ломались, и протекали каждый там второй. Так, ладно, так, ладно, 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 как у нас тут это все дело, ну, вот мы видим здесь вот такую вот гребеночку, и здесь такая вот рельса, и мы это все дело, вот так, я так понимаю, так, стоп, вот тут клавиша есть, клавишу нажимаю, внутри клавиша вот, вот я нажал, чтобы вам было видно, так, ну, допустим, я, вот она скользит, так, как тут, и как она должна защелкнуться, прибегну, прибегну, это замок, это открыто, наверное, сильнее надо давить, то есть я так понял, что надо не сцать в компот, а нажимать на эту клавишу, да, она нажимается довольно-таки существенно надо было надавить, вот, открыл, закрыл, ну, прикольно так без катушки, ну, что, друзья, я сейчас, короче, надену в общем и целом катушечку, и мы с вами продолжим, решил, решил, друзья, все же вам показать, в общем, одеваются вот эти вот уши, которые расположены на штанге на катушку, вставляется болт и просто вот так вот закручивается, то есть с противоположной стороны привычной многим, да и всем нам в общем-то гайки ее нету, тут надо понимать, вставили мы не вставили, кручу ничего не происходит, нет, вы должны все это видеть, ребят, я, конечно, мог бы совсем это все за кадром сделать, вот у меня где-то что-то, видимо, не совпадает, пошло, 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 вот я закручиваю, 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 все, вот вы увидели, как это происходит, все на самом деле, кстати, только что заметил, взявшись за нижнюю штангу, что вот у нас зажимы закрыты, закрыты, или я чего-то не понимаю, тут что-то еще надо поджимать, вот тут вот, в общем, зажимчик, смотрите, и вот тут еще такая гаечка, вот, даже туго я ее сейчас зажрал, но уже крепче не надо, катушка все равно ворочается, ну, майнлап, ребят, не серчайте, майнлап, есть в айлун лап, три, четыре, давайте сделаем, наверное, пять, достаточно, такс, где у нас тут, оп, ну, тут все по старинке, металлическая гайка, все, прибор собран, давайте я его покажу вам в собранном виде полностью, так, ну, собственно, ничего так, ничего, вот это уже компактно, вот это уже как легенда, мне нравится, не то, что раньше Equinox 600 и 800, я на Ниве трехдверной езжу, показывал, вроде бы, в одном из видео, вставочку такую 30-секундную делал, на всю Ниву, ну, слаживать, разлаживать их было не вариант, и 90% владельцев Equinox 600 и 800 транспортировали их вот прям в собранном виде, вот как по полю ходить, в этом плане базара 0 мне нравится, вот так вот это все, так, берем, щелк, ну, не питайте иллюзией, что можно сравниться с беспроводным чем-то там, ну, такое, и вот все время хочет вот катушка, вот, вы меня поняли, да, то есть мы хотим зажать, я вот так сделаю, и тогда защелкну, и здесь проверю, ага, эту гаечку, здесь так, так, ну, что, давайте включим уже, посмотрим, что там у нас, как там у нас, чувствительность, на 8, не знаю, вам не видно, наверное, вам не видно, друзья, так, чем бы там махнуть, а, чем можно на кухне махнуть, подскажите, а, вилкой, так, валумы, ну, короче, надо разбираться, где тут, что тут у нас, ну, что я вам могу сказать, 18 в квартире, ничего так, насмотревшись, некоторых блогеров, слегка обиженных, на компанию Майнлаб, что она ему не предоставила данный прибор, ну, вы знаете, что и на улице не получалось работать с чуйкой 18 у кого-то, чуйка 20 в квартире, в металле, в вай-фае, во всех делах, так, ну, я предлагаю выключить все-таки прибор, поскольку и вот мне зажать, вы поняли, да, мне надо ее вот так на стол поставить, такого я ни в одном приборе с телескопической штангой не наблюдал, так как и Simplex, Nocta Simplex+, и Nocta Legend, и Deus 1, и Deus 2, и Nocta Amphibio используют не круглые штанги, где вот эта вот борода крутится вокруг своей оси, вот вы хотите установить себе что-то, вы поняли, вот это я считаю недостаток, да, выделились, выделились, Майнлаб, сделали конструкцию телескопической штанги немножко не такую, как у всех, но, ну, может я придираюсь, друзья, это вы уже в комментариях напишите, вот, так что такие вот, друзья, дела, ну, давайте, что я еще сделаю, давайте, для полноты картины, я примерил наушнички, наушники нормально, нормально, в принципе, все в порядке, удобно, ничего, ничего не могу сказать, вот, то, что они не складываются компактно, как в S2 XL, у Deus 2, ну, так у них сделана и вот такая вот большая, приятная на ощупь такая кобура, все, друзья, всем спасибо большое за внимание, буду изучать прибор, давайте покажу вам конкретно, не знаю, передаст ли камера, что у меня за окном, ну, наверное, не особо, да, видно погоду, за окном, вот такая, метель метет в юго, короче, друзья, придет сезон, ждем, друзья, сезона, придет сезон, разумеется, я его протестирую в реальных боевых условиях, ну, и, конечно, я все вам расскажу и покажу, все пишем в комментариях, Серега, спасибо, спасибо, Сергей, спасибо, Сергей, Сергей отдулся, короче, за всю нашу почти шеститысячную семью, один, вот один взял и отдулся, чего он один отдувается, друзья, я надеюсь, на будущее мы все, каждый из вас, из нас сделает какие-то выводы, все, друзья, всех был рад видеть, всех жду в комментариях, до скорой встречи, пока!